В красном углу спортсмен, которому 21 год, немало 170 сантиметров, вес 60 килограммов. В профессиональной копилке бойца 11 поединков. Семь побед, одна победа тот же на нокаутом, три поражения и одна речья. Из Украины, ФИИ, ВИТМА, И� ЛИЧНЯ! В синем углу спортсмен, которому 21 год, немало 174 сантиметра, вес 60 килограммов. На профессиональном рынке провел 6 поединков, одержал 4 победы, потерпел 2 поражения. Предстоитель Белоруссии Мурат Азербеев. Итак, уважаемые телезрители, очередной поединок сегодняшнего дня Виталий Лесняк, Мурат Азербеев. А со мной сегодня я с большим удовольствием представлю своего сегодняшнего собеседника, тренер М1 Файтер, тренер Сергея Харитонова, прославленного нашего бойца ММА, Эльдар Тенкерли. Здравствуйте, Эльдар. Здравствуйте. Итак, поединок Виталий Лесняк, Мурат Азербеев. Какие прогнозы? Я знаю, что Виталий Лесняк тренировался у вас. Нет, он приходил ко мне в клуб, помогал мне проводить тренировочку, очень хороший парень и нокаутер. Я думаю, все-таки в этом поединке Виталий должен победить нокаутом, потому что он настроен на это, и он меняет тактику боя и больше работает как нокаутер. Но, в принципе, он всегда идет вперед. Да, он идет вперед, но надо еще знать, что соперник тоже готовится, наверное, под него, потому что белорусские бойцы, они очень такие техничные и очень ударные и хлесткие тайцы. Так что интересный поединок, я думаю, будет сейчас. И сейчас пока идет как разведка боя. Очень опасный сейчас удар проводит Виталий Лесняк. Попадает он правым кроссом, мы видим. И все-таки, насколько вот важна функциональная подготовка именно в таком поединке, когда бой может продлиться 4 раунда или 3, а может быть вообще нокдаун или нокаутер, и бой завершен. Как вот подводить бойца? Главное, да, я считаю, главное не зацикливаться на нокаут, потому что всегда надо изучить бойца, посмотреть. Ну и где-то вот, как сейчас мы увидели, то, что он провел двоечку Лесняк, он решил проверить, как он готов ли выдержать неожиданные удары. Но видно, что боец неплохой, расстреливает, ищет ошибки тоже, и на встречных работать пытается. И постоянно прессинкует Виталий Лесняк, посмотрите, поддавливает он своего оппонента канатом, пытается нанести один сокрушительно тяжелый удар. Виталий, да, смотрю, что он хочет подойти к своей дистанции, чтобы с дренными атаками работать, я вот вижу такой момент. Но все-таки, что говорить, Виталий действующий чемпион, гран-при W5, это, я считаю, все-таки мощная организация такая, и чтобы стать чемпионом, надо очень много было пройти. Очень опасно сейчас действует Виталий Лесняк, поджимает он соперника канатом и нанес очень неплохой удар справа. Ну, соперник молодец, он такой, да, он принимает эти удары и пытается огрызаться, и ногами в голову неплохо кидает. Видно, школа тайского бокса очень сильная у него. Ну вот пока по первому раунду, как вы оцениваете Виталия Лесняка? В своей манере он действует? Он в своей манере действует, да, но не обостряет никаких моментов, он пытается все-таки вот, вот сейчас вот его манерой... Сейчас очень жестко попадает, но, правда, в блок пришелся удар. Ну, пока он не рискует, не рискует, он пытается изучить соперника, потому что... Ну, сейчас он кинул печень, но левой ногой соперник, так что надо ноги вот смотреть, опасаться ног. Дистанцию скорчать, не правильно, наверное. Корпус пробивает. В идее грамотно все действует. И соперник грамотно действует. Он пока на отходе, не сбежает. Да, на контратаку пришелся удар, хорошо, он хватил ногу. Мурат Азербеев проигрывал по своему последнему поединке в рамках турнира W5 Fighter. Не кокошил. Это случилось, если мне память не изменяет, в сентябре прошлого года. Ну, а потом четырех раунд. Да, да, я помню этот поединок, но никакого очень хорошего подготовления к этому поединку, я помню. Очень интересный бой, кстати, был. Вот сейчас первый раунд закончился, я посмотрел, очень мне понравился бой, потому что в этом раунде каждый попытался нащупать стороны соперника. Навязать свою игру. Да, да, да. Слово для тех, кто не знает, Ильдар Кенкерли в рамках подготовки Сергея Харитонова к своему поединку в Голландии спарринговался с самим Рамоном Деккерсом и тренировался с ним. Неоправильно? Получается, да, Голден Гори с Колой, и когда мы приехали с Сергеем, он был один из тренеров. Корг Эммерс был главный тренер, он был его помощник, и мне выпала честь постоять в парах с Рамоном. Очень интересный человек, очень жесткие лоу-кики, и была очередь, чтобы кто-то мог поработать с ним в парах. И он поддержал меня раунд с лапой, и для меня это было просто. А как вообще подготовка в Голландии отличается, вот, допустим, от нашей подготовки? Стоит ли туда ездить ради спаррингов только ли, или проводить полноценные сборы? Стоит ездить везде, где есть моменты, и Таиланд, и Голландия, это лидеры в этих боях, все. Ну, я считаю, что наши тренера сейчас тоже грамотно очень тренируют. И которые, они тоже везде ездили, нарабатывают ихнюю школу, свою школу добавляют. У нас тоже хорошая школа. Очень-очень хорошая. Почему наши чемпионы мира? Да, безусловно. Так что наши тоже очень грамотные тренеры. Просто везде надо брать, и оттуда, и оттуда. Что-то свое. Да, везде что нужно. Второй раунд начался, смотрю. Итак, Виталий Лесняк по-прежнему работает первым номером, атакует, прессингует своего соперника. А Мурат Азербиев работает на контратаках. Но, мне кажется, слегка начал застаиваться. Мурат, и вот так действовать с Лесняком, это очень опасно. Как считаете? Ну, может, он ждет его. Сейчас посмотрим, что он хочет сделать. Потому что он искусственный, то есть специально он останавливается, чтобы, может быть, как-то навстречу поймать. В принципе, вот какая... Вот сейчас он бы пытался коленом, если Лесняк пошел бы, мог бы пропустить этот удар. Какая вот, в принципе, тактика должна быть у бойца, когда он выступает против вот такого рода соперника, как Виталий Лесняк? То есть работать на дистанции, работать на скорости, или вот как... Что бы вы посоветовали, например, Мурату Азербиеву? Я бы Мурату посоветовал бы работать вторым номером. Стрелять, на себя вытаскивать Виталия, и встречными моментами взрывать, и также вот пытаться ногой в голову кидать. Руками обозначать, дергать и ногой в голову бить. У него хорошо получается нога в голову, но пока я вижу, что он стоит, когда он кидает эту ножку. Так что у него голова, да, как бы ни пропустило, навстречу, но ногами очень хорошо работает. Ну, то есть пытаться перерубить Лесняка не имеет никакого смысла? Ну, везде можно попытаться что-то сделать. Он попадает в пах, я вижу. Да, сейчас было попадание в пах, очень опасно действует Мурат Азербиев. Активизировался он во втором номере? Да, да, да. Он пытается работать лоу-киками, очень хорошо у него проходят они. Сейчас посмотрим, чем ответит Виталий. Вот пропустил Виталий удар очень неожиданно. Роскошный бэксист в исполнении. Вот как мы говорили, он не просто так стоял, он ждал, вытягивал на себя. Первый раз посмотрел, ему тренера подсказали, что делать. Но в Италию надо сейчас, вот Виталию надо поддавливать. Вот сейчас надо идти, идти, больше работать с рук, добавлять ноги. Не получается у него выйти на свою дистанцию. Вот, вот, вот над руки, оттягивая ногами работать. И вот здесь так надо как раз таки не отпускать соперника, попадает он в пах. Сейчас в пах стукнули, да. Дадут сейчас время на восстановление. Очень интересный поединок. Безкомпромиссный бой. Да, да, да. Чья тактика победит? Сумеет ли Виталий Лесняк войти на ближнюю дистанцию? Я думаю, Мурат очень настроен на победу. На победу этот бой, он просто вышел побеждать, и это видно. Опускает сейчас вправо, Мурат. Ну агрызается, ногой попытался ударить. Вот он хорошо очень ногами контролирует. И я думаю, Виталию надо руки и лоу-пики бить. Сближаться с руками и бить лоу-пик, конечно, тоже все-таки. Ну и в клинче, конечно, надо работать. Да, да, да. Виталия Лесняку. Не отпускать ни в коем случае своего соперника. Очень хорошо сейчас просла атака его. Но ногами он пропускает, по ногам пропускает. Я считаю, я считаю, что второй раунд не пошел Лесняк выигран. Да, мне тоже так показалось. Мне показалось так, что... Все-таки преимущество по ударной технике было у Азербеева. Но очень интересный поединок. Я считаю, как сам поединок равный. Если третий раунд так будет, то будет экстр-раунд. Да. Интересно. Сегодня у нас экстр-раунды порядка идут. Пока у нас пауза, хотелось бы узнать по поводу звезды ММА, которая сейчас на данный момент у нас есть. Это Сергей Харитонов. Как у него дела, как у него сейчас с подготовкой, какие планы? У него планы проводить поединки и проводить поединки в России. Побольше, потому что он очень редко работает в России. У него была операция, у него был аппендицит. Сейчас он уже восстанавливается, начинает проводить тренировки, подготавливается к поединкам. Пока сейчас не ясно, будет ли он проводить поединок в России, но он уже начал подготовку в Таиланде сейчас. Сейчас третий раунд. Самый интересный будет. Сейчас посмотрим, что будут делать бойцы. Виталику надо будет идти вперед. Потому что ногами он все-таки с дистанции пропускает удары. Здесь все-таки сократить дистанцию трудновато. Вот пах угробного нанесло, конечно, сейчас. На отходе он бил в корпус, на отходе получилось, наводил пах. Я думаю, что он, наверное, предупреждение может получить. Сейчас пауза. Дает время на восстановление Мурату Азербиеву. И поединок возобновляется. И опять так же ноги в голову. Главное не заигрываться, да. Главное не заигрываться ногами в голову. И вот тут постоянно идут удары в пах. Почему-то, я не знаю. Почему-то работа идет такая. Не специально, и удары идут, но попадают. И вот теперь предупреждение. Снимают бал у Виталия Лесника. Виталию сейчас надо будет все-таки пытаться сблизиться. Мне так кажется, что довольно прямолинейно начал действовать Виталий Лесник. То есть идет прямо на соперника. Вот сейчас поджимает он. Вот это вот то, что ему надо было делать изначально. С самого начала, да. Потому что дистанция сразу работа идет ногами против него. Вот ему надо с рук. Вот перекрываться и работать с рук. Вот то, что он сейчас и начал делать. Вот очень грамотно. Очень хорошая атака была. И безусловно, надо работать именно комбинационно. То есть не одним ударом. Вот то, что сейчас он сделал, да, очень грамотно. Сейчас посмотрим. Но не бросаться сдалека. И ручки не опускать, потому что нога в голову неожиданно идет у Азербеева. Очень хорошо работает ногами. Ну, я думаю, сейчас что-то вот последние 20-30 секунд Виталий начал менять тактику. Начал сближаться более уже жестко. Жестко начал работать с руками. И пошел в клинч. Но вот, тем не менее, сейчас попадает он слева по печени. Правда, вскользь удар пришелся, но тем не менее. Надо работать Виталию комбинационно. Проводить как можно больше ударов. Больше серии. И при сближении надо больше быть руками все-таки, я считаю. Это его момент. Он хорошо получается. Вот он пропустил встречный удар. Были все-таки у Виталия Лесника и раньше проблемы именно с сокращением дистанции. И мы видим, что они остались еще в некоторых эпизодах. Проваливает его соперник. Было очень видно, что соперник очень хорошо настроился на этот поединок. Потому что он прям изучил Виталию. И перекрывает все моменты. Вот сейчас есть все возможное и необходимое у Виталия Лесника, чтобы выиграть этот эпизод. Больше ударов. Виталию надо больше ударов сейчас бить. И не отпускать. Не давать дышать. Больше, больше работать. Вот хорошо. Роскошный бэкфист в исполнении Виталия Лесника. Чуть-чуть совсем, да. Не попал он, да. Задел немножко. Вот сейчас вырывает он третий раунд. Ну вот начал идти вперед. Но то, что было под упреждением, я думаю... Сыграет роль. Сыграет роль. Да, могут этот раунд дать. Думаю, надо сейчас вот давить. Вот он пошел все-таки. Ну это опыт немножко вот пошел. Потому что вот он правильно начал действовать. 30 секунд остается до конца третьего раунда. Смалились. Оба бойца. Они устали, да. В общем, такой оживленный поединок. Но здесь уже, конечно, каждый боец пытается нанести один... Решающий удар, да. Решающий завершить тем самым поединок. Пока, конечно, сил не хватает. Ну вот сейчас опять он попытался ударить с разворота. Попал в перчатку. Ну, я думаю, второй раунд. Мне тоже кажется, что... Он выровнял поединок. Чуть-чуть, наверное, все-таки нанес больше попаданий точно. Но так как было предупреждение, я думаю, все-таки дадут этот раунд. Вообще вот для бойца сколько нужно времени в рамках подготовки к отдельному такому поединку, который может продлиться 3-4 раунда, либо вообще один раунд? Сколько времени? К каждому бойцу по-разному, потому что он, собственно, определяет тренер, его подготовка на такой форме, и когда поединок он подготавливается, он начинает без нуля. Ну, вот минимум какой-нибудь есть? Ну, я считаю, месяц это достаточно, чтобы подготовиться к поединку, да. Вот этого уровня, да. Это хороший срок такой. Если, конечно, вот это брать, там, бои UFC и ММА, там, когда люди готовят по 3-4 месяца поединку, я здесь думаю, чем интересны и боксинки Иван, вот это все. Здесь, конечно, все-таки чуть поменьше срок может быть готово. Здесь нет борьбы. Но очень зрелищ, но очень интересный поединок, кстати. Безусловно. Итак, мы ждем решения судей, будет ли экстра раунд, либо же по итогам трех раундов решат, кто же все-таки выиграл. Павел Галышкин, подойдите, пожалуйста, главного садя. Все решают они. Павел Галышкин, подойдите, пожалуйста, главного садя. Непростое, конечно. Это дело. Мы ждем. Вот если бы не было возможности дать этот экстра раунд, кому бы вы все-таки отдали победу? Вот по итогам трех раундов. Ну, вообще, если я судил бы этот поединок, и мне сказали бы не давать, значит, экстра раунд, я бы все-таки всегда предпочтение дают эту концовку. Ну, Виталий все-таки победил в этой поединке, и за концовку. Ну, это считается такой момент, что в одну, то в другую. Это мое мнение чисто. Назначает дополнительный экстра раунд. Что мне нравится в W5, тут очень все грамотно в этом плане. И бойцам было бы обидно, что сейчас один или второй победил вот этому в равном поединке. Мои господа, четвертый раунд. Мне очень нравится то, что здесь всегда. Да, сейчас как раз будет очень хорошие действия. Да, хорошие действия подобранные. Ну, сейчас тут уже интересно будет. Тут сейчас уже обоим надо идти вперед, потому что сейчас очень сложно будет подловить где-то на контратаке. Здесь надо будет сейчас демонстрировать свою выносливость и такую сильную подготовку физическую. Вот сейчас посмотрим, как настроен больше. Согласен, и каждый удар будет учитываться. Ну, и бойцам, я вижу, они такие относительно свежие. Ну, успели, наверное, отдохнуть. Отдохнуть и подготовились хорошо они к этому в нашем бою. Итак, четвертый раунд. Виталий Лесняк, Мурат Азербеев. Смотрим, дорогие друзья. Непонятно. Ну, такое шоу сделал сейчас Мурат. Действия со стороны Мурата Азербеева, да. Заливать. Уверовал в свои силы Мурат. Начал работать с дистанцией. Ну, они что-то часто попадают в пах, то один, то другой. И видно, что это не специально, да, но как-то вот они вкладываются и нога пролетает выше, конечно. А кто знает, может, решил отыграться за несколько попаданий. Может быть, все, но вряд ли, я так не считаю. Лоу-кики хорошо сейчас идут, обоюдные. Снова включается прессинг. Виталику не надо стоять. Вот очень попал в печень. Я думаю, нокдаун должен быть сейчас. Есть сейчас момент, да, у Виталия Лесняка. Я думаю, нокдаун. Но вытягивает. Сейчас, если еще попадет, все. Еще одно попадание со стороны Виталия Лесняка. Посмотрите, дорогие друзья. Он почувствовал, что он попал в печень. Почувствовал. Да, и попятился. Мурат Азербеев. Ну, Азербеев молодец, конечно. Очень грамотно выстоял этот момент. Хотя было видно, что он прям пропустил сильный удар. Да, из последних сил держится Мурат. Ему надо сейчас нельзя ничего показывать. Ему надо только работать сейчас. Что он и показывает этот момент. Тем не менее, это уже четвертый раунд. И если сейчас так будет проводить поединок пассивно, то победу ему за такой бой не дадут. Ну, вот он сейчас будет что-то пытаться делать. И ему что-то тренер подсказывает, я смотрю. Виталий очень грамотно начал, значит, четвертый раунд. Очень грамотно. Да, донес все-таки этот удар. Все начал делать, да. Ну, я думаю, сняли. Правильно, правильно. Сдачи. Он очень сильно попал в печень, это было видно. Виталий, в принципе, с самого начала, с первого раунда был именно заряжен на одиночный такой серьезный тяжелый удар. Что у него и вышло? Отдать должное Мурату Азербию, который очень красивый бой провел, достойный бой. Да, 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 молодец. Это его уровень показывает, что он очень хорошо подошел к готовке своей. Это тренера молодцы, конечно, которые смогли настроить. А Виталий молодец, демонстрировал, что он чемпион. Авто Максим Бабашкин и Анна Гурманов. Да, да, вот такие поединки, они, я говорю, называются зрелищные поединки. Итак, бойцы, на середину. Опасность двух сторон. Смотрите, Мурат Азербию даже... Весовая категория до 60 килограммов. Немножко постоял в углу, тяжеловато ему сейчас приходится, безусловно, после такого удара. Веду отказа секундантов бойца синего угла. От продолжения поединка победу одержал Виталий Миша. Бесспорная победа Виталия Миша. Да, поздравляю, Виталия. Очень хороший спортсмен, очень хороший человек. И, как я увидел, он очень хороший тренер еще, добавок. Он тренирует детей. Ну что ж, а мы передаем слово нашим аналитикам. С вами был Ильдар Кенкерли. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok